Вооружившись молоком и телефоном, молодая мама Анна берется за дело. Сегодня на повестке дня блины и очередное задание конкурса всей семьей. Наша коллега, человек, привыкший к публичности, решила декретный отпуск использовать сполна. Соцсеть ВКонтакте активно заманивала. Вот так стали в ее профиле появляться отчеты о разных заданиях. Конкурсные испытания действительно порой неожиданные и приходится осваивать новые знания. Как, например, история с блинами. Хозяйка не скрывает, окунается в муку и масло раз в год. Потому оке и гугл в помощь и старшая дочь. Вместе дела скорее спорятся и блины веселее пекутся. А попутно кухня в муке и счастье в детских глазах. Идеальный семейный вечер. Я люблю хрустяще. Поэтому я всегда прошу, свекровь тоже помазываю. А мы так и не пекли. И понаблюдав со стороны, врываемся в блиноделание. Очень уж отведать хочется. К слову, на запах стягиваются и другие члены семьи. Самый младший Владимир Дмитриевич пока лишь как сторонний наблюдатель. И мастер зареветь, когда изделия на подходе. А вот взрослые могут оценки давать. Я как блинный делмастер заибраю. Вот я никогда так не делала такие. Но это тоже имеет место быть. Такие какие? Ну, во-первых, что он твердый. Для меня блин. Косяк? Нет. Но это, видимо, такой рецепт. Тут нет масла, там соды. Нет. Главный смысл семейного конкурса – выполнять задания всем вместе. И выкладывать в сети фотоотчет. Всего таких испытаний 15. Это, например, лепка пельменей, уборка квартиры, подготовка к 8 марта или выпекание блинов. Участвуют все. У Лунякиных четкое распределение. Без закулисных интриг понятно. Кто отвечает за веселье за семейным столом. Самое, наверное, главное, что мне понравилась в самой этой идее, да, что фотографии сохраняются в социальной сети с моими какими-то воспоминаниями, так как я к каждому посту прикрепляю описание подробное. И со временем это все забывается, но ты можешь открыть свою страничку, долистать до какого-то момента и освежить это в памяти. А еще можно выиграть одно из путешествий по стране. Всего таких в конкурсе разыграют сотню. Плюс более мелкие поощрения для участников. Но главное, это все же совместная деятельность всех домочадцев, которая так сближает и рождает приятные сердцу воспоминания. До финиша осталось два испытания. Пожелаем удачи участникам. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.